Всем привет! Сегодня произошла такая, несколько курьезная, но вообще очень показательная история и конфликт между премьер-министром и вице-премьером. Такой конфликт, прям раскалывающий правительство. Сейчас об этом расскажу вам подробнее. Вы не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всего и чтобы всегда вы могли разобраться, что где происходит. И жмите колокольчик. Итак, сегодня премьер-министр Шмугаль выложил у себя на фейсбуке фотографию, на которой группа людей, в том числе рядом стоят, идут наш вице-премьер Урулский, он входит в кабинет министров, и глава Чечни Рамзан Кадыров, небезызвестный нам. И дальше подпись Шмугаля, значит, что вымогают терминовых пояснений ввиду русского счет СТК. Ну, выяснилось, что 17 февраля у русских во главе украинской делегации был на международной выставке в форуме IDX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Российскую делегацию там возглавлял Рамзан Кадыров. И, значит, вот они там оказались вместе. Есть видео того, как они там идут. Ну, в общем, очевидно, что уже есть пояснение у русского о том, что он вообще никак не контактировал ни до, ни во время, ни после с Кадыровым, что он не считает правильным шарахаться от кого угодно, включая представителей страны-агрессора, чтобы, значит, не демонстрировать какую-то в себе неуверенность и прочее. Ну, здесь действительно можно сказать, знаете, что с одной стороны, конечно, там протокол у русского, ему нужно там сделать просто внушение там кого-то выгнать, потому что такие вещи проговариваются до, и протокол у русского вполне мог попросить протокол принимающей стороны, чтобы у русских и Кадыров вместе там никак не пересеклись рядом друг с другом. Такое в мире есть много разных конфликтов, поэтому, в общем, это должно было быть всем понятно, и это должны были обеспечить. Ну, они это, в общем, профакали этот момент, и, значит, имеем то, что имеем. С другой стороны, ну, вот есть фото Путина с Зеленским с нормандской встречи, вот оно. Ну, может быть, потребовать объяснению Зеленского, почему это он на фото рядом с Путиным. Ну, то есть это тоже достаточно странно. Но самое странное в этом другое. Я вообще не за у русского, не против у русского, я за то, чтобы вся эта власть пошла в отставку. Но меня удивляет, почему премьер-министр просит объяснений у вице-премьера через Фейсбук. Они больше никак нигде не общаются. Я понимаю, что правительственные заседания там проходят уже онлайн, но уже они теперь вообще друг друга не видят. Ну, как бы это какой-то бред. Ну, задай вопрос и получи ответ. Ну, протокол можно напинать, у кого-то выгнать. Да, собственно говоря, все. Но тут не все так просто. Очевидно, что между Шмыгалем и у русским глубокий конфликт. И Шмыгаль хочет избавиться от у русского в правительстве. Но сделать это сам не может. И поэтому вот решил воспользоваться такой ситуацией. Мне кажется, это немножко странно. И нелычить нашему уряду в целом. Вот уряду как правительству. Уже правительство Украины. И у меня здесь может быть масса вопросов. Но если они начнут друг к другу постить фотки друг друга и друг к другу ставить вопросы через Фейсбук, потом слать друг к другу какие-то видосики. Ну, мы это сами уже видели, когда там генпрокурорка Венедиктова слала видео прокурорам специализированной декоррупционной прокуратуры. Ну, это бред. Ну, вот иначе это назвать нельзя. И вообще мы воюющая страна. И в нашей воюющей стране у премьер-министра, с вице-премьер-министром вот такие вот высокие отношения. Но меня это, друзья, расстраивает. И стиль их решения, этих отношений меня тоже расстраивает. Вот такая история. Ну, и, конечно, не могу не подчеркнуть, что каждый раз, как на Аравийский полуостров кто-то выдвигается из наших топ-чиновников, там какие-то истории. Помните Зеленский в Омане? А туда прилетел случайно Патрушев, секретарь Совбеза Российской Федерации, приближенный Путина. Сейчас летит на 14 февраля. Неожиданно в Дубае рванул Зеленский вместе с супругой. Ну, просто так случайно сложилось, понимаете, что 14 февраля. И туда же прилетел самолет Тараса Козака, еще тогда, который был не под санкциями. А теперь вот у русских прилетел туда, а тут Кадыров. В общем, что-то там не идет. Не идут как-то вот все полеты на Ближний Восток, тяжело заходят нашим топ-чиновникам. И вообще, знаете, совпадение? Ну, может да, может и нет. А пока они там, наши чиновники, не могут друг с другом разобраться, мы развиваем страну. Посмотрите, как в Гончаренко-центре в Жмиринке проходит сбор скаутов пластунов. Вот это круто, друзья. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В общем, следим за развитием ситуации и держим строй. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ